Гордая роза. Давным-давно в далёкой-далёкой стране рос небольшой, но очень густой лес. Деревья нашёптывали друг другу разные истории, цветы склонялись друг к другу головками, и всем растениям нравилось существовать вместе. В один прекрасный весенний день между кактусом и подсолнухом проклёнулась необычная светящаяся семечка. Из него вырос великолепный цветок – роза с малиновыми лепестками. Здравствуйте, меня зовут Роза. Я кактус, приятно с вами познакомиться. Твои лепестки такие красивые, розовые. Жаль, что у меня нет таких лепестков. Спасибо, но не всем дано быть умными, красивыми и ароматными. Правда же? Такой надменный ответ Розы удивил всех вокруг. Она уже вела себя высокомерно, хотя только-только распустилась. Я, видимо, самая красивая здесь. Посмотрите на мои блестящие лепестки. Здесь много красивых растений, Роза. Ты лишь одной из них. Что? Как ты смеешь сравнивать меня с колючим кактусом? Я куда красивее его. Услышав это, кактус очень расстроился, но он ничего не мог сказать в ответ. Так, говорит, нехорошо, Роза. Ты обидела кактус. И у тебя тоже есть шипы. Что нехорошо, так это сравнивать какой-то кактус с такой прекрасной розой, как я. Хм, что он знает о красоте? Ты даже не цветешь. Ни кактус, ни подсолнух, ни деревья никак не могли привыкнуть к поведению Розы. Целыми днями она только и делала, что хвалила саму себя. Долго ли, коротко ли? Но наступило лето. Подсолнух был очень счастлив. Он поворачивал свое ярко-желтое лицо и весь день следил за солнечными лучами. Кактус же пил воду, которую он хранил всю зиму и чувствовал себя прекрасно даже в самые сухие дни. Другие растения не умели, как кактусы, накапливать воду. И как-то раз, когда настала засуха, Роза начала увядать из-за жажды. Ах, да пойдет ли когда-нибудь дождь? Чтобы пришел дождь, должна наступить осень. Но я вот-вот умру от жажды. Вся моя красота вянет на глазах. Ты можешь попросить помочь тебе кактус. Роза видела, что кактус с радостью помогал другим цветам. Но она была слишком горда, чтобы заговорить. Однако, когда еще один лепесток упал с ее головы, она не выдержала. Отбросив свою гордыню, Роза смиренно обратилась за помощью. Кактус, прости меня за жестокие слова, которые я говорила тебе и сосне. Вы оба прекрасные и очень полезные растения в этом лесу. Ты можешь мне помочь тоже, как и другим? Кактус увидел, что Роза раскаялась в своем поведении и решила быть вежливой с окружающими. И поделился с ней водой. Красавица тут же почувствовала, как в ней снова зарождается жизнь. И ее яркие лепестки распускаются в лучах солнца. С этого дня Роза научилась не судить о других по их внешности. Потому что независимо от того, насколько мы разные, каждый из нас способен удивить и оказаться полезным в трудную минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова